Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите InFact. Журналист Джейсон Шрайер решил порадовать общественность новостями о GTA 6, которые ему удалось выведать у сотрудников. Новая GTA будет сильно отличаться от пятой части. Героев будет двое. Один, вернее, одна из них — латиноамериканка. Игровой мир будет ограничен городом Майами и его окрестностями, но при этом карта будет достаточно большой. Новые миссии и города собираются добавлять уже после релиза. Разрабы стараются меньше шутить над маргинальной прослойкой общества. По словам некоторых, современную Америку нельзя высмеять, она уже сама по себе является сатирой. GTA 6 руководят сразу три дизайн-директора, из-за чего многие элементы игры постоянно меняются и противоречат друг другу. И это является одной из причин, почему производство так затянулось. Опрошенные разработчики не знают, когда выйдет игра, но говорят, что не раньше 2024-го. После обвинений в переработках и неподобающем поведении руководителей, Rockstar встала на путь превращения в прогрессивную корпорацию. Один из сотрудников заявил, что Rockstar превратилась из мужского клуба в настоящую компанию. Моральный дух работников на высоте. Однако некоторые всё ещё не понимают, как будет выглядеть GTA в текущих реалиях, и сомневаются, что новые игры компании продолжат штурмовать чарты продаж. Вот сделала студия за ум замечательную диско Elysium, а что дальше? Какая игра будет следующей? Этого никто, кроме самих разработчиков, не знает. Однако, среди описаний вакансий обнаружилась одна интересная статья. Ребятам требуется концепт художника окружения, у которого есть талант к визуализации необычного и фантастического, страсть к визуальному повествованию и опыт, позволяющий создавать и прорабатывать вдохновляющие концепции. А ещё он должен обожать sci-fi и космос. То есть нас, скорее всего, ждёт нечто в научно-фантастическом сеттинге. Временем действия диско Elysium ориентировочно является середина 20-го века. А значит, то, что следующий проект студии станет сиквелом, это маловероятно. Наверняка многие замечали, как по прошествии некоторого количества лет из той или иной игры начинала пропадать лицензированная музыка. Всё потому, что на неё заканчивались права. И кто бы мог подумать, насколько далеко это может зайти. Роблокс эту границу отметила. Из игры выпилили безобидный звук. Уф. Ну то есть... Который раздаётся при гибели персонажа. Его заменят на другой Уф. Изначально оригинальный Уф был записан для игры Месая 2000-го года. Но в 2019-м композитор Томми Таларико, благодаря которому этот Уф и появился, заметил, что его незаконно используют в Роблокс. И тогда заключил с разработчиками договор о правомерном использовании Уф. Видимо, что-то пошло не так с их договорённостью. Прецедент забавный, абсурдный и на самом деле печальный. Насколько же с этими правами в индустрии всё запущено. Как говорил Конфуций, античиты до добра не доведут. Где-то их добавляют, чтобы бороться с читерами, а где-то, чтобы пользователи не могли ставить моды. Именно для этого дьявольскую систему хотят внедрить в VR-чат. Пользователям это, конечно, не понравилось. По словам разработчиков, моды позволяют людям издеваться и притеснять других геймеров. И даже безвредные моды мешают разработке и развитию проекта. А нужен ли будет VR-чат без модов? Игроки стали писать с жалобами везде, где только можно. Заодно обрушив рейтинг игры и массово начав отменять подписку VR-чат+. Разрабы ответили, что понимают негодование фанатов, что переработают план развития проекта, добавят функции, которые просят игроки, но моды всё равно амнистировать не станут. Асимметричный шутер Evolve от авторов Left 4 Dead потерял поддержку создателей ещё в 2018-м, когда Turtle Rock Studios обрубила игровые серверы. Миновало 4 года, и вдруг Evolve отпустили погулять. Несколько месяцев назад Evolve Legacy потеряла возможность подключения через пиринговую сеть. Фанатам удалось добиться аудиенции с 2K, и та реанимировала онлайн-соединение. Причём не только Evolve Legacy, но и часть серверов Evolve Stage 2, фри-то-плейные вариации игры. И только новость успела разлететься по интернету, как онлайн у игры тут же подскочил до 7 сотен. Однако ни Evolve Legacy, ни Stage 2 в цифровых магазинах недоступно. Но если вы когда-то добавляли их в свою библиотеку, то играть можно. Давненько широкий фил не протискивался в двери инфакта. Так вот, сегодня он намерен поделиться своими игровыми признаниями. Первой игрой широкого фила стала Pong, та самая, одна из самых первых видеоигр. Последнее, во что ему довелось сыграть, Rode 96. Любимой же игрой Спенсера является Robotron 2084. Если вы ничего про неё не слышали, то это неудивительно, потому что Robotron вышел аж в 1982 году для аркадных автоматов. Сейчас Фил больше всего залипает в Forza Horizon 5 Hot Wheels, а больше всего ждёт God of War Ragnarok. Вот так вот глава конкурирующей компании ждёт главный эксклюзив Sony. Непорядок, слышь, Фил, а ну-ка быстро начал ждать Starfield. Талантливые фанаты не перестают удивлять. Помните ту 3D-игру из начала нулевых про Симпсонов? The Simpsons Hit and Run. Так вот, пользователь под ником Elgato del Tejado взялся пилить ремастер и уже выпустил ролик, посвящённый проекту. Главной фишкой фанатского переиздания станут перерисованные от руки катсцены. Теперь заставки будут выглядеть как в первоисточнике. Двух измерений вполне достаточно. Да и вообще в 3D Симпсоны смотрелись как-то крипово. Помимо катсцен, Elgato прорабатывает и осовременивает текстуры и модели. Хотя без проблем не обходится. Лиза после переработки превратилась в какого-то монстра. Дату выхода своего ремастера The Simpsons Hit and Run автор пока не называет. Ну, в любом случае, пожелаем ему удачи. Основатель и бывший генеральный менеджер ADAS Monreal, Стефан Деастус, в интервью сайта Game Industry Biz рассказал, почему, по его мнению, команда, которая создала последний Deus Ex, Thief и Guardians of the Galaxy, не смогла возвыситься, находясь под крылом Square Enix. ADAS собрала многих талантливых разработчиков, которые знали, как делать игры, но не знали, как их продавать. Традиционные методы и отсутствие инноваций влияли на тиражи, и когда Square Enix купила ADAS в 2009, Деастус надеялся, что это изменится. Спойлер, надежды не оправдались. Square Enix оставалась вечно недовольной, несмотря на многомиллионные тиражи, а девелоперы не понимали, чего от них ожидает начальство. В ежегодных финансовых отчетах японский офис всегда добавлял «Мы разочарованы определенными играми, они не достигли наших ожиданий». Деастус не сваливает все проблемы только лишь на главной офис, однако некоторые плохие решения определенно не сходили оттуда, и покинула ADAS Деастус не просто так. За подробностями прошу на наш сайт. Там же и еще больше новостей отыщите, и обязательно ознакомьтесь со статьей Степана Пескова, который составил для вас календарь самых интересных релизов августа. На этом все, вкусной булочки вам к чаю и хорошего дня!